Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео рис в пользу и вред риса, и почему китайцы такие худые, мифы о стройности китайцев и что изменилось в их питании в последние десятилетия. Я расскажу и о том, что уж если и есть рис, то какой, чтобы не было вреда для здоровья. А какой вред может быть для здоровья? Я тоже поясню. Раньше китайцы считались одной из самых стройных наций в мире. Теперь они стоят на втором месте после США по ожирению. За последние 40 лет в Китае происходит рост ожирения, в том числе среди детей. Да, китайцы всегда до этого были стройным народом, но как только пошел экспорт газировок, и они наладили свои производства, как только они стали менять свое традиционное питание, стали есть много всего вредного и сладкого, стали подражать в США, стали в кинотеатрах есть попкорн с газировкой, начался рост ожирения. По сравнению с концом 80-х годов, в наши дни ожирение детей в Китае увеличилось в 12-13 раз. Причины ожирения и болезней, которых раньше не было у китайцев. Первое, это сахар. Они стали есть сахара в разных продуктах в 4-6 раз больше, чем 30 и более лет назад. Избыточный сахар, как известно, запаковывается в животный крахмал гликоген, а избыток сахара, который не может быть запасен в гликоген, превращается в жир и запасается жировой тканью. Нарушается обмен веществ, жиреет печень, возникает инсулинорезистентность, поднимается инсулин, возникает сахарный диабет 2 типа и много других проблем с суставами, с кровеносной системой и так далее. Все это сейчас в Китае растет буйным цветом. Вторая причина. Раньше они ели много овощей и много ферментированной еды, а сейчас сплошные перекусы, фастфуд, газировка и прочая неестественная для них, как для народа, пища. Третье. Они стали есть гораздо больше мяса в разы, особенно свинины и сои во много раз больше, чем ели раньше. Плюс тех же свиней кормят в основном сои, причем генномодифицированной сои теперь в наши дни. Да, рис был и остается основной пищей для китайцев, индусов и других народов Азии, но рис рису рознь. Название это одно, а суть разная, и я вам сейчас это поясню. Конечно, рис для китайцев как зерно, как хлеб, скажем, для европейцев или американцев начала и середины прошлого века. Говоря о пользе риса, речь идет только о минералах и витаминах. Белый рис, шлифованный, содержит мало питательных веществ, так как в нем нет оболочки. А в пропаренном рисе питательных веществ чуть больше, чем в шлифованном. В коричневом рисе еще больше, в диком, темном, черном еще больше. Но дело в другом. Простой белый рис проще готовить, и он вкуснее, хотя у него и высокий гликемический индекс до 77. Почему? Дело в том, что он состоит из крахмалов. Крахмал это полисахарид, который состоит из глюкозы. Этот крахмал в кишечнике расщепляется до моносахаридов, то есть до глюкозы. А это приводит к росту сахара в крови, к росту инсулина в крови, к инсулинорезистентности, сахарный диабет 2 типа, ожирению печени, образованию пуза, то есть висцерального жира и многим другим проблемам со здоровьем. И тут вопрос только во времени такой диеты, в количестве поедаемого, в вечернем обжорстве и физической активности. Потому у каратистов и боевых монахов в Шаолине при практически том же питании, с учетом лишь того, что у монахов нет мяса в рационе, нет живота. А у медитаторов-буддистов, которые также питаются, у многих есть. Двигаясь мало, офисные работники толстеют быстрее и чаще, чем крестьяне. Кто ест продукты своего труда на земле, тот стройнее тех, кто ест переработанные химические продукты из супермаркетов и ресторанов в городах. Все логично. Уточняю, в белом рисе нет шелухи, нет отрубей и зародыша, остается только крахмал, то есть углеводы. А минералов и витаминов там практически нет. Вы слышали о болезни Берри-Берри? Это неврологическое заболевание, возникающее из-за истощения запаса витамина В1 и других витаминов группы В. Это состояние вызывает неврит и другие неврологические болезни. При дефиците В1 снижается память, растет сахар, возникают отеки. Гликемический индекс белого риса 77 плюс-минус, бурого, а в нем отруби и зародыш есть, но нет шелухи внешней оболочки. Там 67-68 гликемический индекс. В диком темном рисе есть все части, все оболочки, потому гликемический индекс 51-52. В 100 граммах риса в среднем от 90 до 120 килокалорий, то есть продукт достаточно низкокалорийный сам по себе. Но белый рис, как вы теперь понимаете, я надеюсь, сам по себе вреден. Но кроме особого риса басмати и других древних, подчеркиваю, традиционных, региональных сортов тех или иных стран, которые выращивали тот или иной рис долгими столетиями, куда не вмешалась селекция и тем более генная инженерия. Дело в том, что китайцы и индусы сейчас едят совершенно не тот рис, что ели столетия назад и даже лет 40 назад. А только отдельные регионы предгория еще делают, выращивают и готовят тот рис, который традиционно выращивали поколениями. Да, изменились продукты, изменился состав и воздействие на организм новых сортов. Я уже не говорю про ГМО-сорта, теперь иные. Вообще рис выводит из организма излишки натрия, то есть излишнюю соль из организма, это плюс. Рисовая монодиета, известная многим, она вредна, так как бедна питательными веществами, но хотя и помогает сбросить некоторое количество килограмм, но это временно, пока человек не взялся за старое питание. Ну уж тогда, говоря о сбрасывании веса, безопасном, уж лучше перейти на сыроедение, веганское сыроедное питание. В любом рисе нет глютена, и это хорошо, но хотя есть другие белки, лектины, и это плохо. Фитиновая кислота, вот кстати, ее нет именно в белом шлифованном рисе, так как она находится в шелухе верхней наружной оболочки. А фитиновая кислота, как известно, блокирует всасывание минералов и даже выводит минералы из организма. Например, железо. Фитиновая кислота является сильным антиоксидантом, то есть она помогает защищать организм от свободных радикалов, а значит и от онкологии, это хорошо. Еще имейте в виду, мышьяк из-за пестицидов, которые применяются в обычном химическом производстве сельскохозяйственных культур и в рисе, в первую очередь, накапливаются в рисе, и потому можно есть без вреда для здоровья, в этом смысле только органический рис. Если вы на кето питание, то лучше рис никакой не есть вовсе. Ну, а если и есть, то немного, не более горсточки в день. И только рис, о котором я сейчас вам дальше скажу, то есть содержащий именно резистентные крахмалы. И так в остатке в защиту риса у нас остается с вами только его вкус и привычка его есть. Ну и, конечно, безысходность, как это было в Китае и вообще в тех регионах, где его выращивали, потому что его было реально вырастить, потому как в данных регионах его только и было реально вырастить, его можно хоронить, и он был спасением от голода и, по сути, смерти для данного населения. Ну, как для нас было зерно когда-то. Потому и говорили, хлеб всему голова, но это было именно по этой причине, а не по его пользе. То есть, мол, на хлебе можно прожить, а зерно хранится и хранится годами. А теперь об этом уникальном рисе, одном из старинных сортов. Это три сорта басмати. Вот он содержит именно резистентные крахмалы, то есть невосприимчивые, которые нашей ферментной системы организма не перерабатываются, а по сути проходят транзитом через кишечник. Резистентные крахмалы – это необычные крахмалы, которые превращаются легко в сахар, то есть в глюкозу. И потому резистентные крахмалы не поднимают сахар в крови, а они служат пищей для нашей симбиотической кишечной микрофлоры, которая, питаясь этими резистентными крахмалами, синтезирует нам многие важные питательные вещества – витамины, аминокислоты и прочие, которые всасываются из кишечника в кровь, кровью несутся во все клетки и ткани нашего организма, и участвуют в важных необходимых обменных процессах нашего организма. Выброса сахара, еще раз, при потреблении вареных крахмалов не происходит, поэтому нет нагрузки на поджелудочную железу, не возникает инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа и так далее и тому подобное. У меня уже было видео про резистентные крахмалы, рис, бобы и резистентные крахмалы, оно называлось, вот оно, непременно посмотрите потом, ссылочка в описании под этим видео будет. Вот потому, дорогие товарищи, китайцы и другие народы раньше ели подобный рис, традиционные старинные сорта и не толстели, много трудились, ели много зелени, капусты своей типа пекинской и прочее, и почти не ели мяса. Вот и причина их в прошлом стройности нации. Десять лет назад я завозил из Пакистана настоящий рис басмати, вот этот самый. Это лучший индийский пакистанский рис. И скажу вам так, его попробовали как-то мои одни знакомые, очень состоятельные люди, которые могли позволить себе любые элитные сорта риса. И они рис вообще, семьей своей, очень любили. Много его ели, покупая разный, самый дорогой, самый лучший. Но когда попробовали этот, что я им дал? Они были просто в шоке. Ничего подобного по вкусу они не ели. И потом есть физически просто не могли, когда он закончился, познав этот. Потом канал поставок я этот потерял, и вот только совсем недавно нашел этот рис вновь. Потому все, кто желает, кто захочет, и будет есть, вообще будет есть рис, тогда уж ешьте рис немного по количеству, и только лучший. Но главное, безвредный, но если он еще при этом самый вкусный, то выбор, по-моему, очевиден и он разумен. Ешьте именно тот рис, который содержит именно резистентные крахмалы, и который без химии. Так вот, под этим видео будет ссылка именно на вот этот самый рис из Пакистана. Самый лучший, качественный и безопасный рис. Ну а теперь прошу вас послушать пару минут о моих других каналах, самый важный из которых номер 4. У меня есть еще три канала на ютубе, и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал «Жизнь на земле». Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий – о наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов, и подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал «Совесть и подлость». Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации во рождению человека и все общество в целом, и народа. Также я буду знакомить вас с интересными людьми и каналами, которые борются за светлое будущее наших детей и последующих поколений, за действительно настоящие человеческие, а не либеральные ценности. Я очень рекомендую вам смотреть видео на четвертом моем канале и пересылать ссылки на те видео своим знакомым и делиться ими в соцсетях, заливать мои видео на свои каналы, у кого они есть, распространять их для нашего общего с вами дела. Что ж, подписывайтесь на интересные вам мои каналы, но только в случае нажатия после подписки на уведомление вас о выходе новых видео на том или ином канале. Иначе смысла нет никакого подписываться, просто для статистики. Ведь просто подписавшись, вы никак не узнаете о выходе на канале новых видео, если только специально или случайно не откроете данный канал. А вот как это делается правильно, посмотрите пошагово. Вы заходите на интересный вам канал, вы видите вот эту кнопку подписаться. Нажмите на нее курсором, левой кнопкой мышки, и название изменится на слово сочетание «Вы подписаны». Но это не все. Справа от этой надписи вы увидите изображение колокольчика, контур, изображающий колокольчик. Нажмите на него и откроются три варианта уведомления. Нажмите на слово «Все». Тогда изображение колокольчика изменится, и он станет темным. И по его верхним краям появятся две черты, указывающие как бы на звон колокольчика. Теперь все верно. И только так можно быть уверенным, что обо всех видео, которые будут выходить на данном канале, вы на вашу электронную почту будете получать уведомления о выходе этих новых видео на канале. И вам останется только не полениться их посмотреть. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.